В России, как известно, две беды. Ну и, конечно, вождение зимой – это особый вид экстремального развлечения, если можно так сказать. Ну и поэтому сегодня мы попробуем научиться управлять автомобилем в непростых погодных условиях вместе с инструктором по экстремальному вождению Андреем Петровым. Андрей, здравствуйте! Ну что, научите нашу съемочную группу водить зиму для того, чтобы избежать ДТП и всяких неприятностей на зимних дорогах? Попробуем? Зимой, как ни странно, одна из самых главных проблем – это, конечно же, снег на дорогах. И особенно, вот, например, мы вот видим здесь, да, что не очень хорошо дорога почищена. В связи с этим она не совсем ровная. Если автомобиль правой частью начинает задевать обочину, то есть рыхлый снег, да, зимой – это, с летом – это весом, еще что-то, обочина начинает себя затягивать. Слишком резко влево, не надо руль выкручивать, ее может просто потом, когда чистой дороги зацепить, да, колеса зацепят, то есть ее может просто развернуть. То есть чуть-чуть влево и обратно вправо. Ну что, сейчас мы приехали на автодром, потому что то, чему вы меня будете учить на обычной дороге, без подготовки повторять опасно. Но знать это надо, да? Обязательно. Сейчас двигаемся по прямой. Начинается вон дальний конус. До какой скорости мне нужно развернуться? Ну, желательно, ну, в 40, допустим, да, разгоняемся, и там будет поворот у нас направо, тоже конуса направо уходит. То есть нам нужно повернуть так, чтобы не сбить конуса. Ну, я, кажется, достаточно плавно вошла в поворот. Скорость снизили. Сейчас не сбрасывая скорость. А это инстинкт самосохранения сработал, между прочим? Нет, здесь просто комуса стоят, то есть если даже их собьем, не... Там стоит еще Артем, еще один оператор. Ну, до него, надеюсь, не доедет. Ай-ай-ай-ай! Вот о чем я и говорила, собственно. Что в такой ситуации нужно делать? Есть АБС. Артем, присти, пожалуйста. Все нормально. Сейчас АБС спасает. Видите, есть автомобили без АБС. То есть в данной ситуации, если бы вы нажали на тормоз... Да, оператор был. Его бы уже не было сейчас, пришлось бы его... Вот на самом деле, вот такая бывает опасная съемка. Что меня может спасти, если вот я не успеваю сбросить скорость? Как мне повернуть, чтобы оператор у нас остался цел и невредим? В такой ситуации, если стоит АБС, да, можете, конечно, нажать на педаль тормоза, также пытаться выровнять автомобиль. Если нет АБС, на тормоз блокировать колеса ни в коем случае нельзя. То есть если вы заблокируете колеса, то есть она у вас не вправо пойдет, куда сейчас руль поворачивает, да, она просто по диагонали уйдет. То есть это либо обочина, либо встречная. Так что делать? То есть в такой ситуации пользуемся ручничочкой. С ручником сейчас объясняю. Когда машина, чувствуете, да, что она идет не по той траектории, какой вы хотите, то есть в этот момент поднимаем немножко ручник, чтобы у нас задняя часть автомобиля начала выравнивать автомобиль, то есть туда, куда нам надо, и немножко добавить газ. Занос автомобиля, видите, в нужный момент уже задняя часть выравнивалась, отпускаем ручник и добавляем немного газ. Видите, не вписываемся в поворот. То есть поднимаем ручник, руль вправо, руль вправо, ручник. Отпускаем ручник, добавляем газ. Ага, вот все, ДТП. Вот это просто ручник передержали. Все-таки с этим уроком я не справилась. Бывают разные случаи, например, выходите вы с утра за своей машиной для того, чтобы отправиться на работу, машину завалило снегом, дорогу завалило снегом, и как выехать? Сначала попробовать начать движение. Если машина буксует, то начинаем в раскачку, то есть вперед-назад, натаптываем себе дорогу. Потом набираем разгон, то есть назад, если вперед поедем, то есть до упора назад сколько можем, проехали, отключаем. А мы едем назад, в нашем случае мы немножко вперед проезжаем. Теперь заднюю. Старайтесь, когда снег рыхлый, да, больших оборотов двигателю не давать, чтобы лучшее сцепление с проезжей частью, с поверхностью было. Я вот по себе просто знаю, я также супругу свою научил, что она всегда у меня паркуется с задним входом на парку. То есть она ставит машину всегда выездом вперед. Тогда, в принципе, и снежные занусы не очень страшны. Конечно. И прикурить можно так же автомобиль, да, если сел аккумулятор. Последний такой для меня наполевший вопрос зимой – это тормозной путь, потому что дорога скользкая. Вот как почувствовать и понять, какую дистанцию надо выдерживать? Я утром, когда вот из дома выезжаю, в первую очередь, я всегда проверяю, какая проезжая часть. Ну, то есть скользкая дорога, не скользкая. То есть я разгоняюсь сразу. Во дворе? Во дворе тут же пробую тормозить. На скольке разгоняетесь? 20 километров в час во дворе можно? Во дворе хотя бы 20, но все равно поэтому ощущается уже, то ли она сразу остановится, уже на себя выбираю дистанцию. Ну, а что делать, если я понимаю, что может тормозного пути не хватить? Если есть возможность обойти машину справа, да, видите, что не хватает торможения, то есть смотрим зеркала, если справа полоса есть свободная, то есть сбоку машин нет, то лучше объехать, короче, препятствует. Так же можно слева. То есть бывают ситуации, что лучше выскочить на встречную, если встречной – нет. Андрей, спасибо вам большое. Собственно, я привезла вас к месту вашей работы, чтобы вы уже обучали других этому искусству вождения, потому что это действительно искусство. Ну и спасибо за правила, которым вы меня научили. Я надеюсь, что нашим зрителям пригодятся, по крайней мере, мне точно, хотя с ручеником я все-таки экспериментировать не буду. Надеюсь, не придется. Пожалуйста.